В так называемой ДНР мобилизовали 18-летнего школьника. Об этом мать школьника Наталья Гладких рассказала в видеообращении. На видео женщина за кадром говорит, что 8 ноября матери мобилизованных студентов и школьников встретились с военным комиссаром Евгением Кучеренко. По утверждению военного комиссара Кучеренко, школьник Никита сам горит желанием служить. По ее словам также Кучеренко заявил, что Никите уже исполнилось 19 лет. Мать Никиты это опровергла и сказала, что ему нет 19 лет. Гладких сообщила, что Никиту забрали под предлогом прохождения военных курсов. На ее вопрос, зачем, ей ответили, что это просто пройти курсы подготовки, чтобы будущий солдат знал, как собирается и разбирается автомат. Сотрудник военкомата потребовал, чтобы Никита явился в мобилизационный пункт и пригрозил ему уголовным делом в случае отказа. Когда Гладких предъявила справку из его школы, ей сказали, что сейчас каникулы и что Никиту заберут на 3-4 дня, а потом вернут. Она узнала, что ее сына без обучения перебросили под Херсон. Его определили в 113 полк ДНР. Он там приболел и медроты у них нет. Не всегда привозят покушать, вот сегодня днем не привезли. Когда был на правом берегу, неделями могли не привозить еду. Дали буханку хлеба на четверых, и все. У ребенка ужас в голосе, в глазах. Весной они топили снег, чтобы была питьевая вода, пересказывает слова своего сына Наталья Гладких. Документ об окончании школы ему выдали во время службы на основе предыдущих оценок. В ответе Министерства образования ДНР сказано, что до 6 июня он проходил дистанционное обучение. Гладких утверждает, что обращалась по поводу мобилизации сына во все инстанции, включая прокуратуру ДНР. Там ей сообщили, что дело завели, но не выдали копию постановления. В открывшемся после референдума отделении Комитета России ей тоже отказали в помощи.